Количество обстрелов в зоне АТО резко сократилось, всего 7 с начала суток, и это может быть затишьем перед бурей, так считают в разведке, поскольку боевики начали стягивать силы на передовую, а над украинскими позициями активизировались беспилотники. Ирина Баглай поговорила с бойцами на линии соприкосновения. Надо выходить на дорожку. Часто такие пересекли? Ну бывает, 200-300 метров, бывает и ближе. Пулеметы, автоматы, крупнокалиберные винтовки, АГСы, минами кидают, РПГ кидают, СПГ, так же самое. Во время такого обстрела от осколков на этих позициях бойцов не уберегли и укрепления. Ребята были здесь, один вот с этой стороны, один чуть правее, вот возле двух смотровых окошек, они сказали, что работают снайпера, рядом с блиндажом разорвалось и просто попал осколок. Одному посекло руку, другому осколки врезались в ногу. Павлу же просто повезло. За минуту от обстрела отошел от позиции. Я еще просмотрел так в бойничке, в одну, во вторую. Они еще меня предупредили, смотри аккуратно, потому что работают по нам. Неподалеку от Донецкой фильтровальной станции, что в поле зрения наших бойцов, рынок господарочка. Глендажи, окопы, майничка одна ихняя. Вот оттуда работают в основном. А вот минометы и артиллерию боевики держат на окраине Ясиноватой, которая виднеется на горизонте. Но огнивые точки противника закрывают здания. Примерно определить можем, но точностью не можем. Артиллерия ихняя и выдвигается, и стреляет же из-за населенного пункта своего. Пока артиллерия молчит, боевики интенсивно используют противотанковые гранатометы. Командир объясняет это многофункциональностью оружия. Там несколько типов боеприпасов, не только противотанковые, сколочные, против живой силы противника. Противник подтягивает силы, сообщают в разведке. Мобилизацию боевиков подтверждают и на нулевом рубеже. Вы ощущаете, что они подтянули силы танковые? Ну, допустим, вчера уже слышали технику тяжелую. Явно был танк, двигался где-то километры отсюда. Ну, подтягиваю, не подтягиваю. Передвижение техники регулярно слышим. А еще заметили, как под видом гражданских на мирные объекты заезжают вооруженные люди. Передвижение техники. Это на ДФС. Говорят, как бы ездят рабочие. Но сомневаемся, потому что в окнах видим людей в военной форме. После того, как миссия ОБСЕ подтвердила обстрел Донецкой фильтровальной станции боевиками, они притихли. Провокации прекратились. Надолго ли? На передовой прогнозов не строят во всеоружии и готовы дать ответ. Ирина Паглай, Андрей Костюк, Евгений Малярчук. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Продолжение следует.